Проезжая по улице Вольская, водители постоянно притормаживают. Дорожное полотно в ямах. Если разогнаться посильнее, можно лишиться колес. И такая ситуация сетуют автомобилисты на многих участках дорог. Очень сложная. Дело в том, что постоянно меняешь колеса. То есть постоянно, постоянно колодки – это тоже деньги, это сами понимаете. Хочется лучшего. Говорят, в Казани очень хорошо. Хотелось бы хотя бы приблизиться к этому. Много второстепенных дорог, которые надо делать. Основные-то дороги более-менее еще ездить можно. Ну куда деваться? Ездим. Нередко именно ямы на дорогах становятся причиной аварий. По данным ГИБДД, только за январь 2015 года по этой причине произошло 65 ДТП, в которых погибли 5 человек. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проверяют состояние дорожного полотна областной столицы. Особенно сложная ситуация складывается на улицах Южное шоссе, Авроры и Металлургов. Ямы не допускаются у нас шириной более 60 сантиметров, длиной более 15 и глубиной более 5 сантиметров. То есть, если яма больше, либо такого же размера, она уже не отвечает требованию безопасности дорожного движения. Территориальными подразделениями госавтоинспекции области выдано более 800 предписаний на устранение недостатков. Наиболее часто из них – отсутствие разметки, плохая видимость дорожных знаков и дефекты дорожного полотна. По результатам проверки оштрафованы более 300 должностных лиц на сумму от 2 до 3 тысяч рублей и 8 юридических. В этом случае сумма штрафов доходит до 300 тысяч рублей. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.